привет всем благослови всех господь и сохрани всех господь я хочу просто сегодня поговорить про очень интересную тему и главную тоже тему откладывать покояние опасно что это не шутки сейчас сегодня в эту секунду надо прийти к богу осознать это идти за ним потому что это не шутки все назовите некоторые из последствий которые может привести откладывание покаяния на будущее что может произойти если покаяние на будущее мы откладываем пророки утверждали что необходимо в этой жизни приготовиться людям к встрече бога это с библии мы должны начать каяться сейчас каждый день поднимаясь утром мы должны оценивать свое состояние чтобы проверить с нами ли дух божий вечером перед сном мы должны вспоминать совершенные за день поступки и произнесенные слова и просить господа указать нам в чем нужно покаяться благодаря ежедневному покаянию и получению прощения наших грехов от господа начнется дело нашего ежедневного совершенствования наше счастье и радость могут стать чудными и сладкими как это произошло с алмой дополнительный и отрывки и священ священных писаний от матфея 9 9 глава 10 стих луки 13 глава 3 стих покайтесь или вы погибнете ничто нечисто не может пребывать в божьем присутствии печаль ради бога шаги покаяния покаяние приносит прощение грехи больше не вспоминаются покаяние необходимое для спасения кается живя во плоти господь заповедовал нам кается чтобы не страдать так как он страдал из-за этого мы должны покаяться прийти к богу встать на колени и жить с ним потому что это не шутки если человек не покаяться и у него будет от огненное озеро из-за этого лучше сейчас потому что не знаю будем и завтра жители сегодня или вообще пяти богу отдать ему жизнь свою сказать иисусу спасибо за жертву за путь истинный начать читать библию идти за ним во всех делах в жизни благослови все господь и сохрани вот такой момент я хотел сказать что откладывать покаяние опасно это надо сделать сейчас давайте вместе это сделаем сейчас станем на колени господь отец спасибо тебе за этот день спасибо тебе за эту жизнь спасибо тебе за за этот крест который ты понес за нас за тоже ты умер за нас и воскрес за тоже ты умер за наши грехи за тоже ты нам дал жизнь вечную то что через тебя через веру в тебя мы можем прийти к отцу ты омыл нас от всего греха и дал нам жизнь вечную спасибо тебе за это господь прости мои все грехи которые я сделал очисти мое сердце за Сади мое сердце и живи там, в сердце, в голове, везде, чтобы ты был со мной, чтобы ты шел впереди, сзади, по бокам, чтобы ты всегда был со мной. Помоги мне, Иисус, спасибо тебе за эту жертву, что я могу теперь прийти к Богу, к Отцу Небесному. Спасибо тебе за все. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.